Система безопасности дома, коттеджа или простой квартиры. Насколько сегодня это актуально, спросим у моего следующего гостя Андрей Белицкий в студии вечернего канала «Прима». Это заместитель генерального директора группы компаний предприятий безопасности «Ураган». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, для чего сейчас нужна система безопасности вот такой сигнализации в доме? Ну, во-первых, сигнализация в вашем доме помогает обеспечить безопасность вашу, вашей семьи, вашего имущества от, ну, во-первых, от незаконного попытки проникновения в ваше жилище. А также данная сигнализация помогает вовремя выявить какие-либо чрезвычайные ситуации, которые у вас в жилище могут произойти. К ним относятся, допустим, задымление, возгорание, утечка воды. То есть технические средства позволяют это своевременно выявлять. И, соответственно, в дальнейшем можно предпринять какие-то меры реагирования, чтобы это локализовать в данную ситуацию. То есть не только преступные посягательства, но еще и всевозможные форс-мажоры. Да, форс-мажоры, все верно. Интересно, как это работает? Я имею в виду на открытие-закрытие датчики там и датчики объема, понятно. А как работает предупреждение от задымления или, например, от протечки? Аналогично, просто используются другие технические средства. Именно ставится датчик дыма, обнаружения, который реагирует на дым. Датчик тепловой, датчик пожарной сигнализации, он реагирует на пламя открытое, то есть на тепло, и подает сигнал тревога. Утечка воды также устанавливается в районе плинтуса, то есть небольшой датчик. Он именно, когда попадает на него вода, он дает сигнал и идет оповещение либо клиенту на телефон, что у него сработала такая сигнализация, либо на пульт охраны, и, соответственно, охрана уже отрабатывает тревогу. То есть это все можно настроить в каком-то специальном... В одну общую систему можно это все собрать. То есть можно все в комплексе именно объединить охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, и плюс вот эти дополнительные моменты утечки воды, допустим, температурный датчик можно поставить, определять, контролировать температуру в морозильной камере, например. Даже до такого уровня, то есть свет отключается, либо свет на объекте есть, холодильная камера ломается, начинается разморозка. У вас срабатывает температурный датчик, и идет вам оповещение, и вы принимаете меры, чтобы спасти там те продукты, которые там хранятся. Мою замороженную курицу, чтобы она вдруг не пропала. Какие есть виды сигнализации? Я так понимаю, вы что-то нам даже принесли показать? Да, все верно. Соответственно, основное деление у нас идет по назначению. Это охранная сигнализация. Она у нас здесь также на столе представлена. Это, допустим, датчик открывания двери, датчик открывания окон магнитных, датчик движения, разбития стекла, датчик. Такие же еще, простите, что я перебиваю, пользуются, когда свет в подъездах, например, включается-выключается. Это подобный датчик? Подобный датчик, то есть, который, ну, функционалы разные. То есть, свет, он реагирует, он работает на включе. Когда происходит движение, он включает питание на лампочку. А здесь, когда происходит движение, идет сигнал тревога. Но аналог, в принципе, похожий. А вот это что? Это датчик разбития стекла. То есть, он реагирует на звук, устанавливается либо возле оконных проемов, либо возле входной группы, где там стеклопакет, например. И он, когда происходит разбитие, он на звук, на треск стекла дает сигнал тревога и, соответственно... Удивительно. Я почему-то думал, что именно на стекло крепится, и когда целостность нарушается... Он именно не на стекло, он рядышком крепится, и именно у него хорошая чувствительность, он звук воспринимает. Ну, основное, это охранный прибор, непосредственно без которого никакая охранная сигнализация не обходится. То есть, именно датчики передают сигнал на прибор, а прибор уже либо на телефон человеку, либо на пульт охраны. То есть, так называемый мозг-система, который аккумулирует все события. Да, совершенно верно. Он может передавать сигнал по проводам или какими еще способами? Разные есть каналы связи. Это GSM-сигнал связи, то есть через сим-карту. Можно радиоканал использовать, можно канал интернета использовать Wi-Fi, либо провод. То есть, мы, в принципе, работаем на трех каналах. То есть, есть дублирующие каналы. То есть, один, если выходит устроен... Интернет, например, включили дома. Да, прибор переключается на другой канал связи. По характеру монтажа датчиков у нас есть подразделения на проводную сигнализацию. То есть, при монтаже используются провода и кабель-канал. И беспроводная. То есть, на объекте никакие провода, ни кабель-канал, ничего не прокладывается. Устанавливается просто там на двухсторонний скотч. Элементарно датчики крепятся по тем помещениям, где это необходимо, крепится прибор. И датчики работают на батарейках. И свои показания передают по радиоканалу. То есть, на свежий ремонт, без проблем, любая сигнализация современная сейчас устанавливается. Совершенно верно. Ну, нужно быть готовым, что один-два раза в год проверять состояние батареек. Особенно, если вы улетаете в отпуск, обязательно перед улетом либо замените батарейки, либо их проверьте. Элементы питания. В каждом из приборов. В каждом датчике, чтобы быть уверенным, что у вас в нужный момент батарейка не сядет, датчик. Давайте от теории к практике. Ну, вот, например, у меня, допустим, трехкомнатная квартира. Какую сигнализацию мне выбрать, чтобы я ощущал себя максимально безопасно? Давайте и по цене, может быть, от самой маленькой до самой премиальной. Смотрите, во-первых, нужно будет определиться, какой у вас ремонт. То есть, если у вас ремонт, допустим, вы только делаете его, и есть возможность проложить провода, соответственно, это идеальный вариант. И мы сделаем вам проводную сигнализацию. Соответственно, мы вам предложим, уточним этаж, местонахождение квартиры. Если это первый либо последний этаж, мы вам предложим полностью перекрыть периметр квартиры. Это именно защитить дверь, по комнатам распределить датчики движения и защитить окна, там, балкон, соответственно. Сколько денег? Говорите. В среднем на трехкомнатную квартиру это будет в районе 20-25 тысяч стоимость монтажа установки. А еще какая-то абонентская плата? Абонентская плата 500 рублей в месяц. Ежемесячно? Да, ежемесячно. Давайте самый бюджетный вариант. Например, однушка. Ну, самый бюджетный вариант, допустим, можно в районе 15 тысяч это укрепить входную группу. Входная группа у нас подразумевается ставится датчик на дверь, оставится датчик движения в коридоре. Все, охрана готова. То есть у вас вариант подходит, если многоэтажка, допустим, из 20 этажей у вас 10-й, пожарных лестниц нет, соответственно, вероятность того, что проникнет человек-ниндзя, маловероятно, и, соответственно, тогда можно защитить именно входную дверь, не нужно везде раскидывать датчики. И какая у него цена? Цена 15 тысяч монтаж, абонентская фиксирована 500 рублей. То есть абонентская не зависит от количества датчиков. Но от количества датчиков, конечно, зависит стоимость монтажа. Наша безопасность. Большое спасибо, что так подробно рассказали. Андрей Белицкий был у меня в гостях, заместитель генерального директора группы компании «Ураган». В Доме науки и техники открылся частный музей самоваров и кукол в коллекции десятки уникальных самоваров. Их собирали по деревням и искали у антикваров по всей стране и за рубежом. После экскурсии гостям предлагают выпить чай из самовара. У напитка, говорят, особенный вкус и совсем другое настроение. Ирина Цуканова послушала, с чего начиналась коллекция.